Здравствуйте, с вами Марина Романюк. Сегодня я вместе с моими коллегами расскажу о главных темах дня. Смотрите в выпуске. Президент России Владимир Путин подписал документы о юридическом признании двух республик ДНР и ЛНР. Сегодня в Рязань прибыл первый поезд с беженцами Донбасса. На страже порядка в преддверии дня защитника отечества расскажем о буднях работника следствия. Образ защитника в искусстве. В художественном музее имени Пожалуйста есть полотна, посвященные теме. Познакомимся с ними в окончании выпуска. Начнем с главной новости последних часов. Президент России Владимир Путин подписал документы о юридическом признании двух республик ДНР и ЛНР. Сегодня в Рязань прибыл первый поезд с беженцами Донбасса. Предварительно их более 700 человек. Всю группу разместили в пунктах временного размещения. В Рязанской области, напомню, их 13. Первые беженцы с Донбасса должны быть как можно быстрее интегрированы в жизнь Рязани. С этого начал правительство Николай Любимов. Горячее питание и крыша над головой, это конечно хорошо, но мы по-прежнему живем в условиях пандемии. Поэтому доступ к медицинскому обслуживанию для них задача номер один. Поскольку среди прибывших будут дети, важно предусмотреть места в детских образовательных учреждениях и в школах. В ближайшее время для прибывших в регион граждан ДНР и ЛНР областное управление МЧС откроет горячую линию, куда можно будет обратиться по всем возникающим вопросам. Один из пунктов временного размещения – гостиница Рязанского института развития и образования. Всего таких пунктов 13. Понятно, что люди едут с минимальным количеством одежды и продуктов, поэтому в области организованы еще благотворительные точки сбора гуманитарной помощи. В регионе уже начали работу 36 пунктов сбора гуманитарной помощи. Четыре из них в Рязани. Принимаются новые вещи и товары первой необходимости. Подробная информация, адреса, график работы этих пунктов уже размещены в региональных СМИ наших. Рязанцы – люди отзывчивые, гостеприимные, неравнодушные к чужой беде. Уверен, что они откликнутся и помогут жителям Донецка и Луганских республик народных в трудную минуту. Прибытие беженцев существенно перекроило планы самого губернатора. В Ереван на открытие рязанского шоурума он уже не едет, а будет вести переговоры дистанционно. Здесь, в Рязани, он все-таки нужнее. Традиционно в преддверии праздников сотрудники силовых ведомств поздравляют горожан. В этот раз досталось водителям. В хорошем смысле этого слова. Вы едете пристегнуты, все замечательно. Я хотела вас поздравить с наступающим праздником, всем защитник отечества. Подарить вам вот такой вот блокнотик, чтобы вы не забывали о соблюдении всех правил, особенно скоростного режима. Ни один из этих водителей сегодня правил не нарушил. Наоборот, ездили аккуратно, все пристегнутые, даже с документами. Поэтому они и получают небольшой презент в честь предстоящего праздника. От сотрудников госавтоинспекции сегодня водители получат вот такие вот блокнотики с напоминанием соблюдения скоростного режима. Я думаю, что водители, увидев в очередной раз этот блокнотик, можно там записывать какую-то полезную информацию, касаемую транспортного средства. Это будет хорошим напоминанием о соблюдении требований правил дорожного движения. Подарок небольшой, зато напоминание яркое. Текст на обложке блокнота гласит, всего за секунду отвлечения от дороги твой автомобиль проезжает 16,5 метров при скорости 60 км в час. Здравствуйте! Добрый день! Вы как настоящий водитель большого транспортного средства, мы хотели бы отмечать госавтоинспекцию, вас поздравить с наступающим праздником 23 февраля, подарить вам вот такой вот блокнотик, чтобы помнили о соблюдении скоростного режима. Такие акции проходят уже не в первый раз, и заядлые автолюбители к ним привыкли. И все же приятно, говорят они, получить перед праздником небольшой презент. В том числе и за правильное поведение на дороге. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Убийство, сбыт наркотиков, мошенничество в особо крупном. Следователи такие дела раскрывают по нескольку раз в год. Однако в этот раз речь пойдет не о раскрытых преступлениях, а о человеке, который занимается этим ежедневно. Владимир Лохмачев следователем мечтал стать с детства. В школе участвовал в Олимпиадах по праву и обществознанию. После университета, наконец, работа в должности общественного помощника следователя. Первое свое дело помнит до сих пор, хотя прошло больше года. Покушение на сбыт наркотиков. Закладчиком оказался юноша, которому не было и 18-ти. Молодой человек решил подзаработать, распространяя наркотические вещества на территории советского района города Рязани путем закладок. Поскольку несовершеннолетний и у него ранее не было судимости, если я не ошибаюсь, то ему назначили 4 года лишения свободы условно. В должности общественного помощника у Владимира был наставник, опытный следователь. Это распространенная практика. Вместе они выезжали на места происшествия и составляли протоколы. Присутствовал и на допросах. Все следователи, которые в отделе были, они помогали и советам, и делам, давали образцы, разъясняли, какие ошибки, разъясняли об изменении законодательства. То есть, практически своим опытом делились непосредственно со мной. Я впитывал все их знания, приобретенные уже с их годами. И в настоящий день применяю на своей практике. После школы общественного помощника подошел срок окончания обучения на юридическом. После выпускного Владимир Лохмачев сам явился в военкомат. С 19 по 20 год служил в железнодорожном батальоне. Говорит, что служба ему помогла в работе. Служба в армии, наоборот, помогла больше еще закалить характер, приобрести какую-то моральную устойчивость. В том числе, что и нужно для следователя. Научила планировать свой день, поскольку в армии все идет по строгому графику. Владимир признался, что в работе следователя планировать не всегда получается, потому что в любой момент может быть выезд на место происшествия. Это он ощутил уже работой следователем. Уголовных дел было множество. Убийства, покушения на сбыт наркотиков, всего не перечислить. Однако хватает тех, которые запоминаются особенно. Лето 21 года. Ночью из дежурной части ОМВД по московскому району города сообщили о трупе на лестничной площадке. Уже на месте следователи заметили на погибшем всего одно колото-резаное ранение. После необходимых следственно-оперативных мероприятий нашли возможного убийцу. Им оказалась девушка. Однако данная девушка не признавала вину с самого начала и выдвигала различные версии произошедшего. Что это могли быть и третьи лица, не обязательно она. Но в ходе предварительного следствия было проведено множество экспертиз. Особенно медицинские, генетические, дактилоскопические. Проведен большой комплекс допросов свидетелей. Да и девушка оказалась не из простых. Ранее судима, притом по двум статьям. Кража и причинение тяжкого вреда здоровью. А конфликт, как водится, произошел во время распития горячительного. Сейчас дело находится в суде для рассмотрения по существу. И таких дел десятки, если не больше. По словам Владимира, работа следователя сегодня требует полной отдачи и гибкости ума. Плюс соответствующий характер, без которого сложно справиться. Но когда это призвание, сложностей не возникает. Мол, только закаляет характер. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. За прошлую неделю 25 крышек водопроводных и канализационных колодцев Рязанского водоканала украли с улиц города. Новая неделя тоже для водоканала началась с потерь. На улице Косточева ночью украли 5 чугунных крышек колодцев. Соответствующие заявления Рязанский водоканал направил в полицию. Ежедневно рабочий день для сотрудников Рязанского водоканала начинается со звонков от жителей города. Ведь об открытых колодцах чаще всего сообщают именно они. Зачастую воришки городского имущества орудуют на улицах города глубокой ночью, когда их никто не видит. Мы сразу поутру, когда приняли информацию, было сообщено в дежурную службу полиции, 4 отделение полиции нашего московского округа, и выехали на место, где это именно случилось кражем. Зафиксировали все. Полиция в данный момент прорабатывает. Как было сказано, по горячим следам ищет. На улице Косточева, где пока неизвестные сразу украли 14 люков, была установлена камера видеонаблюдения. Сотрудники полиции уже изучают запись. Там, где нет большой нагрузки, вместо украденных чугунных люков монтируют пластиковые. Но они, увы, недолговечны. Не везде выдерживают и бетонные. Их, конечно, без спецтехники не поставишь долго. Зато надежно, говорит начальник водоканала по московскому участку. Мы временно накрыли крышками, не чугунными, а крышек на полимерной основе, полимер песчаными, временные. По диаметру где-то подходит, где-то не подходит. Были приняты меры. А именно такого диаметра заказано, и мы ждем их в ближайшее время. Чугунные, они будут меняться на пластиковые. Или, то бишь, на полимерной основе. Полимер композитные и прочее. Чугунные-то принимают, а полимер композитные, они не будут приниматься. Пунктам по приему металла принимать люки категорически запрещено. Но этот запрет злоумышленники обходят просто. Крышку разбирают на куски. И вот она уже просто металлолом. Только в 2021 году с Рязанских улиц было украдено 480 чугунных люков. О безопасности людей воры, похоже, не думают вообще. Уголовная статья, скорее всего, их успокоит. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Исторически сложилось, что нашему народу веками приходилось вести борьбу с чужеземными захватчиками. Россия всегда славилась своими защитниками от простых солдат до генералов. Знаменитый полководец Александр Васильевич Суворов считал, что лучше русского солдата нет нигде в мире. Он и сам не пропадет, и товарища спасет. А где силы убудет, там он смекалкой дойдет. О подвигах, о доблести, о славе защитников Отечества создано много произведений в различных видах искусства. Они прославляют величие, красоту, силу, мощь, благородство и душевное богатство русского человека. Графические работы художников в годы войны – это изобразительная летопись суровых, страшных и поистине героических лет. Но значение их этим не исчерпывается. В каждом из рисунков создан емкий и глубокий художественный образ, рождающий самые различные переживания – гнева, сожаления, гордости и радости, участия и надежды. В этом сила графического искусства, для которого главным оказалось раскрытие того истинно человеческого, что столь ярко проявилось в моральном облике наших сограждан во время войны. В основном мы старались показать графику. Графику можно назвать искусством войны. Ее техническая доступность, многотиражность отвечала поставленным задачам именно к искусству во время войны. Потому что это пропаганда и информативность. Среди фронтовых рисунков обращают на себя внимание портретные зарисовки командиров, рядовых, танкистов, связистов, медсестер, разведчиков. Этот ряд военных профессий можно было бы продолжать. Но главное в том, что перед нами предстают лица, в чертах которых нет ничего исключительного. В них внутренняя сила и стойкость. Рисунки убедительные, живые, поскольку часто художники сами были участниками тех событий и создавали портреты фронтовиков непосредственно на передовой, в окопе или в минуты отдыха после боя. А вот монументальные произведения возникали уже после войны. Работа Станислава Ягужевского, который большую часть жизни прожил в Рязани, называется «Домой». Она написана в 1955 году. Здесь нет сражений, здесь нет каких-то батальных сцен. Солдат, победитель возвращается домой и он смотрит в окно поезда на разоренную землю. Сколько еще всего нужно вынести на плечах, как много еще нужно сделать домой, но есть ли куда ему возвращаться. И вот надежду все-таки художник дает, потому что в его вещмешке вы видите игрушку, вот этот зайчик. И хочется верить, что ему есть куда возвращаться. Художники стремились запечатлеть важнейшие события исторической битвы за свободу, раскрыть глубокие причины, обеспечившие победу СССР, высокие моральные качества советских людей. Годы тяжких страданий, пережитых в период Великой Отечественной войны, раскрыли новые, неведомые ранее глубины народного характера. С этой темой связана и тема мира. Послевоенный мир, какой он? Мы с вами в работе под названием «Весна», «Чебаков». Но мы так для себя второе название «Чебаковские девочки». Она настолько трепетная, настолько открытая, такая ясная и светлая. И написана она в послевоенные годы, многие художники воевали, и по многим причинам разные темы для них были закрыты. А вот тема детства – это та тема, в которой они себя чувствовали гармонично. И вот эти девочки идут в школу, а может быть возвращаются. Они плохо одеты, они, конечно, жили бедно, но самое удивительное в том, и это мы чувствуем, началась весна. Первая мирная весна, голубое небо, и не нужно бояться бомбежек, и не нужно ждать каких-то трагических вестей с фронта. И слава Богу, выстояли, выжили, началась весна. Весна не только календарная, но весна еще и в душе каждого советского человека. Советские люди проявили невиданное мужество и стойкость в борьбе. Их питала твердая вера в победу правого дела. Имена Зои Космодемьянской, Александра Матросова, героев краснодонцев узнал весь мир. Но были еще миллионы безымянных борцов, подвиг которых также увековечен в искусстве. Художники стремились показать те черты в духовном облике людей, которые обнаружились в годы войны с особенной силой и отчетливостью. Решительность, силу воли, особую собранность мыслей и чувств, продиктованную тяжелыми жизненными испытаниями. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом все новости на сегодня. Коллектив телекомпании поздравляет с Днем Защитника Отечества всех причастных. Я же прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин